Значит, во время вчерашней пресс-конференции президент Зеленский много раз возвращался к теме того, что саммит формулы мира пройдет в этом году, ну вы знаете, пытаются организовать десятки стран, причем один саммит в Европе, один вне Европы, по формуле мира украинской, которая предусматривает в первую очередь, конечно, вывод всех российских войск в территории Украины, и дальше еще 9 пунктов, которые бы стали, как сказать, новой формулой безопасности в мире. Не только мира в Украине, но и во всем мире. И вот Кремль ответил, ответил, да, знаете, что сказал Песков, сейчас вам скажу. Кремль назвал странным предложенный Украиной формат мирного саммита. Задуманный Украиной формат мирного саммита, при котором Россия не участвует в обсуждении плана урегулирования конфликта, является странным, об этом заявил Дмитрий Песков. Никаких контактов на эту тему не было, мы неоднократно говорили, что это, по крайней мере, странный формат, обсуждается без участия России, что несерьезно, и, по всей видимости, шла речь о развитии этого формата, говорит Песков. Ну, конечно, без участия России, отвечаю я Пескову и ему подобным. В смысле, а зачем нам участие России, для того, чтобы обсуждать, зачем нам участие России. Позицию России мы знаем, она хочет захватить территорию Украины, убить всех украинцев. Нам что обсуждать с Россией, расскажите. Если в России кто-то думает, что Украина будет спрашивать у России, как ей дальше жить, состоять ей в НАТО, в Евросоюзе, может, в членковом языке преподавать в Крыму, это мы собираемся спрашивать у России. Или что? Какого размера будет наша армия украинская? Это мы должны согласовывать с россиянами. А россияне не хотят с нами согласовать, состоять ли ВДКБ? Я вчера, когда говорил про безъядерную Россию будущего, я же забыл развить мысль про внеблоковую. Ну, потому что если россияне от нас хотят внеблоковости, давайте россияне с себя начнут. Пусть Российская Федерация выйдет из блока УДКБ, конечно. Причем для России быть внеблоковой, что это означает? Не иметь военных баз за границей. Вывести военные базы из Армении, где у нее там есть из Сирии и так далее. Но Россия хочет, чтобы другие какие-то страны были внеблоковыми, пусть подаст пример сама. Какого черта? Почему Россия будет в блоке каком-то состоять, а Украине типа нельзя? Это что за ерунда? Россия говорит, так, блок НАТО нужно вывести вот отсюда, эти должны выйти из НАТО, Латвии, Литва, Эстонии. Пусть Россия сама сначала выйдет из военных блоков. И почему нужно с Россией обсуждать мирное урегулирование вот этой войны? Зачем нам Россия для этого? Ну, простите, все, Россию услышали, все ясно. До свидания. Мы будем обсуждать, как уничтожить россиян, находящихся на оккупированных территориях. Для этого должны собраться десятки стран, чтобы распределить свои обязанности. Кто топит российский флот, кто предоставляет снаряды, кто ПВО, кто что. И как потом обустроить все это. И что потом, как додавить дальше и додушить Российскую Федерацию. Нам Россия для этого не нужна. Вы что, думали, с Россией будет обсуждаться, как жить в Украине? Серьезно? Какая наивность, какая наивность. Вы поймите, больного на консилиум не приглашают. Сказали же, Россия психопат, больной, психбольной. Путин, помешанный сукин сын, Медведева, надо в дурку сдать, как сказали, правильно? Это же все мы слышали. Кстати, увеличилось количество обращений, я читал на московские новости, в дурдома как бы в России. Ну, это понятно. Один Путин, сколько и Медведев что стоит. Так вот больного, тем более психбольного, до консилиум не приглашают.